друзья всем доброго времени суток сегодня у нас 12 января у нас здесь уже где-то третий четвертый день температура с глубокого минуса поднялась до 0 0 плюс 1 а вот сейчас плюс 2 градусов в общем не усидел я дома решил мотнуться пару часиков покидать попробовать половить окуня вот ездил я два дня назад неплохо я половил на мормышку но к сожалению из-за плохого зрения удалил не те файлы с камеры которые надо в общем то что я отснял хороший материал весь был удален поэтому не удалось мне показать вам ту рыбалку на рыбалка была неплохая было ноль градусов погода была практически безветренная и огонек ловился неплохо но ловился на малые веса и на неактивную проводку то есть пробовал я мормышить активно никакого говорится движение в сторону поклевки не было только перешел на ползание приманки по дну сразу пошел эффект не скажу что было очень много там поклевок и реализации но петока гуне я там за полтора часа поймал удовольствие получил то есть задачу к сожалению сейчас поеду опять на то же место и попробую ну вот приехал на место сейчас буду пробовать ловить итак взял я два спиннинга сегодня ну один взял просто чтобы протестировать катушку которую я приобрел спиннинг один луна киосоник тенрю и второе обо гарсия дипломат барон значит купил я недавно катушку шимана сепия сичек с 300 hg с трехтысячная шпуля низкопрофильная hg означает высокоскоростная то есть передаточное число здесь шестерочка вот это сепия предыдущая как это это два сезона назад я брал и отловил два сезона проблем с этой катушкой никаких нет то есть идеально она работает укладывает нитку идеально то есть вопросов к ней нет ну поэтому я себе и подбирал вторую такую вторую катушечку чем они отличаются отличаются тем что здесь применена новая концепция но она не новая ну будем так довольно таки новая будем так говорить это и шип шо она из себя икс шип шо она из себя представляет это просто-напросто в главную пару под шестеренку поставили один вид на опорный подшипник ну из-за этого прочность этой катушки как они заявляют должна увеличиваться то есть она более будет ну более будет мощная и наверное более долговечная чем предыдущая версия ну и плюс материал здесь и 4 плюс здесь обычная си 4 си 4 плюс это более прочный материал разница в весе у них новая катушка си 4 плюс получается 195 грамм эта катушка получается старая катушка 190 грамм на 5 грамм больше но наверное за счет того что подшипник так внешне они практически идентичны похоже вот ну вот хочу протестировать честно говоря высокоскоростными катушками никогда не работал и немножко как-то меня это настораживает но попробую потом свои ощущения скажу ну все друзья по снастям я сказал а здесь стоит нитка 6 лб на ты на ты нырю налайте так сюда я поставил нитка я не помню какая она ну смысле как она называется купил для пробы она недешевая сечение ее 008 вот если сравнивать две нитки вот смотрите одна нитка 012 верхняя это что ниже 008 но она явно заметно явно заметно но это я взял эту нитку именно для мормышенко здесь 180 метров 180 метров я положил на эту шпулю и причем еще даже чуть-чуть подмотал бэкинга то есть ниточка действительно очень тонко но не знаю посмотрю как она будет себя вести в работе ну все теперь вперед друзья на водоем сейчас разные проводки сначала я попробую активную полу проводку потом перейду на вялую посмотрим будет ли он реагировать на хоть на что-то этот окунь сегодня плюс будем баловаться менять приманки так поймался окунь вот он хороший 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 пузатый взял на взял на ворону он походи он но он и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немножко попробую погонять эту катушку новую с передаткой 6.0 Сейчас посмотрим, что она скажет Ход у нее туговатый Если сравнивать с катушкой той, с передаткой 5.0, то немножко туговатый ход Но я так понимаю, что это за счет именно вот этого передаточного числа Но это принцип велосипеда Когда мы переключаем скорость, то есть нам надо быстро ехать Чтобы быстрее ехать, надо, чтобы ведущая шестерня увеличивалась на колесе Так же и тут Ну и сами знаете, все ездили на велосипеде Чем больше ведущая шестерня, тем тяжелее крутить педали Ну, наверное, я так думаю, что, скорее всего Вот эта вот небольшая тугость хода Именно по причине вот этого передаточного числа 6.0 Получается, вот эта катушка за один оборот делает 88 сантиметров Лески выкручивает Та катушка со скоростью с передаткой 5.0 выкручивает 73 То есть разница в 15 сантиметров Ну и если передаточное число у тяговых катушек, например, 4.5, 4.3 Я уже не помню точно там По-моему, 4.3 То 60, 60, 60, по-моему, 65 сантиметров выматывает катушка Вот Ну, укладка Трудно судить о катушке, которая с ноля И только что, как говорится, с магазина В ней все прекрасно В ней все чудесно То есть работает она Тянет Укладывает Беспроблемно Укладка вообще идеальная Вот Посмотрим, как она проработает у меня Какое время Тогда уже будем делать какие-то выводы Но пока Вот что могу сказать Что Немножко туговат ход Ну, хотя Это не критично Вот По скорости Приспосабливаться Не надо Я что-то переживал Я никогда не ловил Высокоскоростными катушками Думал, что будут какие-то сложности При Подкручении В мату Никаких сложностей нету Делаете там чуть меньше оборот Чуть больше Но мне кажется Вот такого плана катушки С быстрой С такой передаткой Очень будут Наверное Эффективны для Работы На мелководье Там на джиге При выматывании Лески И так далее То есть Ну Какие-то свои плюсы У нее Есть Вот Ну и думаю Что будет она неплохо Для Форелевой рыбалки Где надо форсировать события Потому что Форель Рыба очень быстрая И очень вредная Поэтому Для форели Она будет Мне кажется Отлично подходить Вот Ну опять же Планирую ее использовать Только для легких весов Там Для колебалочек Для Микроджига Для Наноджига В общем Короче С весами Максимум Там до 10 грамм Хотя Они конечно В этой Катушке Характеристика Хотя я в это Смутно верю Не знаю Может Меня разубедят В этом Подписчики канала Кто будет смотреть Это видео Они пишут Что нагрузка На фрикцион В этой катушке Ну как-то По-хитрому пишут 3-9 килограмм То есть Ну 9 килограмм Что-то как-то Для облегченной Картушкой Весом Там 195 грамм Как-то Эта цифра 9 килограмм Это заоблачно Мне кажется Это Какой-то Маркетинговый ход Ну я думаю Ну 3 килограмма 4 Ну пускай 5 Да Может быть За счет Вот этой Концепции Икс шип Может быть Оно где-то Что-то и выигрывает Но Думаю Что Не настолько Это все круто Как они пишут Ну не знаю В общем Есть специалисты По катушкам Которые в этом Разбираются Может кто увидит Это видео Может меня разубедит Но я честно говоря Не особо верю В мощность катушек Которые сделаны С облегченных Сплавов Ну не знаю Это мое Мнение Конечно Не знаю Но ничего В процессе эксплуатации Конечно Увидим Итак друзья Дождь выгнал меня С рыбалки Что-то стал поливать Причем такой Некислый Для 12 января Пришлось мне спрятаться В машину Временно Неохота мокнуть Но пока сижу в машине Хочу вам Подсказать одну вещь Это больше всего Касается Тех людей Которые снимают Своё видео На экшн камеры И выкладывают Их там на ютуб Или для домашнего Видея Не важно Иногда Просматривая Видеоканал Просматривая Какие-то рыбалки Вот видишь Видео Классное Ну то есть В чём классное Много поклёвок Много реализации Много вываживаний А угол камеры Выставлен неправильно И весь кайф Этого видео Ребята пропадают То есть Бывают Руки Перекрывают экран Бывают Экран Срезает Половину спиннинга То есть Когда спиннинг Поднят вверх При джиге Или при какой-то Проводке И не видно верхушки Спиннинга То есть Вы не видите поклёвки И когда вываживается рыба Так же У вас идёт Обрезание Этого верхней части Ну Кайфа в этом Нету То есть Зрелищности Зрелищности видео Никакого Нету По моему мнению Ну и так же самое Бывает Что Когда удочку Или спиннинг Опускаете вниз Для твичинга Или там Для какой-то Равномерной проводки Когда сильный ветер И надо опустить Кончик вниз То опять же Бывает так Так что Удочки И спиннинга Совершенно не видно И Ну опять же Теряется Весь кайф Этого видео Не видно ни поклёвки Не видно толкового Вываживания Рыбы Поэтому друзья Вам надо Прежде чем Снимать Выходить На рыбалку Вам надо Отрегулировать Крепление Так чтобы Вы вставили камеру Включили её И снимаете Не боясь То что у вас Там что-то Не получится Для этого Ну есть Несколько вариантов Не важно В общем короче говоря Вы выставляете Угол камеры Так как вам Необходимо Ну то есть Так чтобы у вас Был виден Нижний сектор Когда вы спиннинг Опускаете вниз Когда вы Приподнимаете Спиннинг вверх Чтобы у вас был Верхний сектор Виден спиннинга Ну и опять же Так чтобы руки Не перекрывали Экран камеры Ну руки Это скорее Надо просто Приспособиться Ну понимать Что вы Ведёте съёмку И спиннинг Опускать чуть-чуть Ниже Для того чтобы Ну такого не случалось Ну или может быть Чуть выше Вот Когда вы настроили Эти углы На крепление Вставили камеру То возьмите Отправьте жену В магазин Чтоб она вам не дала По шапке Когда вы возьмёте У неё лак для ногтей И нарисуйте По уже выставленным Параметрам Нарисуйте точки На всех подвижных Частях крепления В общем Вам просто Напросто Перед рыбалкой Останется Эти точки Свести вместе Зажать крепление И не морочиться И не переживать За то Что у вас там Что-то Неправильно Снимется Вот такие вот Процедуры Я проделал На грудном креплении И на креплении На голову И в принципе Как вы видите В моих видео Видны поклёвки В моих видео Видны вываживания То есть Ну я считаю Что углы Выставил я Нормально Единственное Конечно Никто от этого Не застрахован Бывает Что на рыбалке Где-то там Рукой Придавил Не заметил Сдвинул крепление Бывает Головой Там где-то За ветку Зацепился Сдвинул камеру Ну Тогда уже Конечно Ну от этого Опять же Никто не застрахован Как настроить Эти углы Я в двух словах Скажу Но я думаю Что Тут Каждый взрослый Человек Понимает Как это сделать Но Для Камер Экшн камер У которых Есть функция Wi-Fi Значит У меня GoPro Hero 3 Black Edition Она с Wi-Fi Модулем Вы Если у вас Камера С Wi-Fi Модулем Вы можете С Play Market На свой Смартфон Или iPhone Скачать Программу Ну У меня Например Я Так как У меня Камера GoPro Я скачал Программу Для GoPro С Play Market На свой Телефон Все И получается У меня Камера В любой момент Я через Wi-Fi Могу Сосоединить Смартфоном И на смартфоне Видеть то Что снимает Камера То есть Я Скачал Программу Соединил Телефон Со смартфоном Ну Вставил Камеру Вкрепление Смотрю На смартфон Меняю углы И удочкой Вверх Вниз Так чтобы Выбрал Нужный мне Ракурс Провел Вот эти Поставил Точки Все На этом Смысл Этой программы Для меня Закончился Ну Использовать Смартфон Я так считаю Баловство Он В принципе Он Я не знаю Кто этим пользуется Но Мне Эта программа Пригодилась Только для настройки Правильной установки Угла камера Все Можно конечно Баловаться Пользоваться Но Я вам скажу Сразу Что Wi-Fi Сжирает Большую часть Энергии То есть Получается Где-то минут 15-20 Видео Вы теряете За счет Того Что Сжирает Батарею Если Wi-Fi Модуля Нету То Придется Вам Конечно Все Это Устанавливать Немножко Подольше Но Все Это Можно Сделать То есть Вам Надо Будет Вставил Камеру Поставил В какое-то Положение Снял Ролик Посмотрел Подходит Не Подходит Поменял Угол И так Далее До тех Пор Пока Не добьетесь Нужного Вам В одно Целое И Вперед Можете Не переживать За то Что У вас Видео Там Не Получится Запорится И так Далее Ну Вот Такие Рекомендации